приветствую вас друзья меня зовут Денис Борисов вы находитесь на канале fit4life.ru о чем поговорим поговорим о прессе пресс очень важная мышечная группа все мечтают о классном прессе особенно чем ближе лето тем больше мечтают в принципе пресс тренировать достаточно легко на мой взгляд существует огромное упражнение на мышцы пресса но по большому счету все они в той или иной степени это модифицированные варианты всего лишь двух либо прямых скручиваний либо обратных скручиваний обратные скручивания когда мы поднимаем таз или ноги а прямые скручивания это когда соответственно мы поднимаем корпус а правильно будет говорить не поднимаем а скручиваем скручиваем корпус к нашему тазу почему правильно говорить именно скручиваем потому что основная функция нашего пресса в этом и заключается что мы когда его сокращаем приближаем наш плечевой наш плечевой пояс к тазу либо таз соответственно плечевому поясу это о чем говорит о том что мы должны подниматься не вверх а мы должны скручиваться нашему тазу как бы складываться внутрь себя сами себя соответственно когда мы делаем упражнение мы должны стремиться наклониться больше к паху и наша спина она должна округлиться за счет скручивания в мышцах пресса если наш наша спина прямая то есть если мы сделаем упражнение вот таким образом то эта ошибка наш пресс сокращается очень плохо в такой позиции то самое главное что вы должны запомнить что в этом упражнении происходит момент скручивания вы должны стремиться наклониться как можно ближе к вашему паху следующим образом вот сейчас у меня напрягается пресс пресс и это по сути одна большая мышца так как в нижней части она меньше по размерам и там меньше нервных окончаний то большей степени наш пресс растет за счет верхних сегментов а варианты прямых скручиваний это именно те упражнения которые акцентированно бомбят эти сегменты поэтому то упражнение которое я вам сейчас показываю но основное для развития вашего пресса вы можете вообще больше делать ничего но если вы будете регулярно делать это упражнение то у вас будет классный пресс да есть кое-какие варианты когда мы прямые скручивания превращаем в диагональный это когда допустим правый локоть у нас стремится к левому колену или наоборот что это дает то частично нагрузка уходит помимо пресса еще и в косые мышцы нашего живота развивать или их или не развивать это ваше мнение лично я сторонник что особо их развивать не стоит они если вы будете правильно тренировать ваш пресс они сами по себе вырастут я сторонник классических скручиваний более того я уверен что для этого не нужны и тренажеры в общем то это можно делать и дома и следующая рекомендация желательно ноги ложить выше вашего тела потому что когда вы кладете ноги выше вашего тела у вас пропадает зазор между вашей пояснице и полом или скамьей не соответственно с этой позиции вам проще производить то самое скручивание ваш таз в этой позиции он уже как бы частично скручен с одной стороны а с другой стороны закручиваете ваш корпус и соответственно вы как бы складывать из ваш пресс в такой ситуации выполняет в общем-то ту функцию для которой он и предназначен поэтому это упражнение на пресс является на мой взгляд самым эффективным из всех возможных ну и базовые правила в общем-то стандартные мы работаем внутри амплитуды в нижней точке я не кидаю нагрузку я ее сохраняю верхней точке соответственно тоже я на пару секунд делаю паузу для пикового сокращения следующий нюанс имеет значение где находятся руки чем руки ближе к моему тазу тем проще мне делать скручивание чем руки у меня находится дальше за головой тем сложнее мне делать скручивание это нужно использовать по мере роста тренированности чем более вы становитесь сильным чем более тренирован у вас мест тем дальше старайтесь вводить руки за голову это будет утяжелять нагрузку соответственно ваши мышцы постепенно будут все больше больше расти ну и будет появляться тот самый вожделенный пресс на начальном этапе я вам рекомендую ложить руки на ваши мышцы живота для того чтобы научиться его чувствовать чтобы научиться чувствовать то самое скручивание когда вы скручивать к вашему тазу вот вашу ощущаете как сокращаются ваши мышцы вот выдох на усилие работы внутри амплитуды внизу нагрузка верху нагрузка в таком состоянии буквально 20-30 секунд и вы уже почувствуете жжение в мышцах живота после того как вы завершите подход обязательно растяните мышцы живота то есть прогнитесь противоположную сторону отдохните 30 60 секунд и повторите подход заново очень эффективная на мой взгляд вообще самое лучшее упражнение для развития мышц вашего живота это скручивание лежа детка а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok